Сегодня у нас выходной день, на улице пасмурно, холодно, и я решила снять видео и показать еще, что я недавно заметила в своих орхидеях. Насчет пиноккила, он дальше продолжает свистеть, у него все хорошо, и в молодой розетке я увидела уже цветонос. Цветоносик растет, формируется, уже ножка такая образовалась хорошая. Молодая розетка дальше продолжает свистеть, в общем-то будет парочка цветоносов у меня. Сейчас поставлю, сниму его. Что еще? Дальше, у гигантеи дальше продолжает расти цветонос, он уже отчетливо виден. В общем-то все хорошо, тоже снимаем. Дальше, у лудизи, кстати, я как-то даже не обратила, наверное, внимания. У лудизи очень много цветоносов уже будет. Уже формируются бутоны, зачатки. Видно, да? Тут листья еще. Тут тоже будет цветонос. Ну и вот тут вот тоже будут цветоносики. И молодые росты лезут, лезут, лезут изо всех. Видите, вот даже тут вот один маленький рост лезет. Вот тут с краю горшка тоже рост лезет. В общем-то, в этот раз цветение будет покрупнее, чем в один цветонос. Ну, а в следующий раз уже ближе к весне, я думаю, к концу весны даже может, что ее надо будет заново пересаживать и уже ждать реально пышное цветение больше, чем в пять цветоносов. В общем-то, вот такая вот у меня лужайка из них. Так, я расставила уже часть. Дальше я перенесла в комнату цимбидиум уже, потому что у нас очень-очень-очень холодно стало. Все, что я от него вижу, видите, это вот тут вот идет рост. Больше никаких, я смотрю, изменений в нем нет. Я не вижу пока ни цветоносов, ничего. Я откапывала, корней у него там достаточно. Там в середине старая бульба, но она твердая, у нее ничего такого нету тоже. Ну и так по кругу кручу, тоже ничего не вижу. Я его недавно поливала, забрала, в общем, в комнату. Пусть стоит, думаю. И стоит, может, по ранней весне, потому что я его покупала в Уценке весной, и он свел весной, поэтому посмотрим. Насчет Леодора. У Леодоры начала расти лист. Начал вот лист расти. Корешки тоже начали расти. Ничего, как было, у него четыре цветоноса и два цветка. Так в Леодоре оно и осталось. Вообще, они до сих пор еще даже пахнут. Получается, я его купила, купила, купила я фаленопсис этот в августе месяце. Да. Ну, все вроде как хорошо, все как и было. Корешки у него растут, там где-то молодые начали расти. Я его не пересаживала и вообще забила на пересадки. Очень редко сейчас пересаживаю, если только это не Азия, которая пришла вот как вот этот фаленопсис, сбитый в ком. Ну, тогда приходится немножко попотрошить. Так, я хотела переставить, поставить гигантею сейчас в первую линию, потому что у меня на этом окне досветки нету. Это наша комната, в которой мы обычно находимся. И я ее вот хотела именно поставить на самое светлое место. Чтобы не хватало больше солнца. Вот так. Отлично. И как раз Илеадора еще сюда. Впихнем. Впихнем еще Илеадорку. Так, вроде как все. Илеадора, гигантея и дракон Герла. Все поставили, все нормально. Даже места как-то больше стало. Так. Что можно двигаться дальше? Я, кстати, сейчас вам покажу второе окно. Покажу Ванду, потому что я решила Ванду перекинуть с подвеса в горшок. Пошлите смотреть. Ванду. Я наконец-то добралась до окна. Ну, в общем-то, что я хочу сказать. Когда я ее перенесла в квартиру, то она вообще полностью позакрывала все свои листья. Ей явно не хватало влаги. Когда она была на балконе, то с ней было все супер. Что это у нас там такое? Что там у нас? Что-то засохшее лежит. Кто-то, вернее, засохшее лежит. Ладно, пусть лежит так. Ну, и в общем-то, я решила ее достать с корзинки. И поместила в горшок. Видите, у нее молодые корни начали там расти. И дальше растут там поглубже тоже корешок. Я ее, в общем, сегодня достала вот и переставила сюда. В пазухах у нее вообще ничего нету. Да и не может быть, потому что я говорю, что она не может нормально нарасти сейчас корней. Не может отпиться. И стресс вот такой она принесла. То, что я ее перенесла в квартиру. Но я надеюсь, что все-таки в таком горшочке ей будет лучше. И вода будет задерживаться в влажности. И мне будет легче поливать. В общем-то, посмотрим. Ну, она, конечно, вот тут вот свою макушечку подрастила. Оно видно вот тут. Вот тут и тут вот салатовая. В общем-то, листья подросли. Корни подросли. Будем ждать, что она еще нам покажет. Так, дальше давайте посмотрим. Сейчас я буду как раз постепенно все снимать. Чтобы вытереть подоконники. Так, убегли подальше. Растет цветонос уже. Уже такой хорошенький. Кстати, сама быстро на нем растет цветонос. Я все его хочу выгнуть в эту сторону. С каждым разом говорю, не трогайся, не трогать. Насчет пафа он как приехал, так у меня и стоит. Я его больше не поливала. Не пересаживала, как и говорила. Ничего с ним не делаю. Ему места тут хватит. Все у него нормально. Стоит в корзинке. Я его не трогаю. Стоит под подсветкой, как и все орхидеи. Но я его поставила сюда. В такое холодноватое место пока. В общем-то, светлое место. Так что ему должно быть нормально. Подвину так подальше, чтобы было видно. У талансии у моей ксерографики все хорошо. Она растет. Смотрите, уже детка какая большая. Она не выросла. Может, плохо видно? Так здесь получше, да? Видно. Она как бы такая крупняжка уже. На лист открывать не будем. А насчет семян, то я смотрю, что какое-то оно тут пустотелое все. Как бы мне кажется, что насчет опыления, то ничегошеньки у меня не вышло с ней. Где-то тут. Нет. Опять не семена. В общем-то, она пустая. Она просто потихоньку начинает гнить. Мне кажется, что с цветоносом надо распрощаться, что ничего тут не будет. А нет, смотрите, вот это, кстати, семена. Видите? Это вот. Вроде как я понимаю. Это и семена. Рискнуть попробовать их высеть. Видно? Фокус не ловит, да? Что-то такое. Блин, мне так лень с этим возиться, если честно. Даже не знаю. Ай, не в этот раз, сказала Катя и вздохнула. Давайте еще посмотрим, может, что-нибудь найдем. Может, что-нибудь найдем, я и передумаю. Да, все-таки она опылилась. Это семена. Это семена. Я даже и не знаю, что мне делать. Не знаю, не знаю. Но мне лень, если честно. Поэтому отрежем цветонос. Он подсохнет. И я решу, что мне с ним дальше делать. В общем-то, отрезала. Отставлю его в сторонку. А с самым сланчем мы немножко увлажнем. И повесим на место. Я сегодня снимаю на короткой стойке. Немножко неудобно. Но ничего страшного. В общем-то, я ее увлажняю. И сейчас обратно поставлю на ее место. Я ее сейчас располагаю вот так вот, немножко под наклоном, чтобы детке хватало света, во-первых. Чтобы она росла, а не упиралась ни во что. И, в общем-то, вот в таком вот положении она у меня находится. Вся такая зелененькая стала. Но ненадолго, как говорится. Давайте посмотрим, что еще. Так как все висит вот там, то порой многого чего не увидишь. А я тут на днях поливала его. Но он был весь на бутонах. Но между тем уже распустился один цветочек. Что-что. Ну, наверное, вот дендрофаленопсисы и башмаки мне, как и психопсисы, наверное, очень сильно нравится. Этот вот дендрофаленопсис мне подарила моя подружка. Она мне его привезла. Получается, это ей подарили. Но она сказала, что я не знаю, что с ним делать. А я как раз хотела такой фиолетовый. И он у меня появился. Мне так нравится, что вот эти вот лепесточки, они такие заостренные. Прям так красиво смотрится. Цвет тоже красивенький. У него пошло тут очень много корней, я показывала. До этого нового роста пока я не вижу. Почка вот надулась. Но она была и до этого надута. Может, в этот раз хотя бы две сразу бульбу он даст. Не знаю. Я его поливаю сюда в донцы. Ему хватает. Видите, как хорошо начала записывать видео с вами. И увидела, что он начал цвести. Можно его опустить пониже и любоваться красотой. В общем-то, такая вот прелесть. Может, еще что-нибудь сниму и там будет. Хотя мы сейчас посмотрим. Так, у дендрофаленопсиса, который буранатвист, рост пошел. Листья начали расти дальше. Это у нас... Смотрите, какие корешки. Где мой фокус сегодня? У меня телефон сегодня отказывается снимать. Вот фокус. Молоденькие, красивенькие. Такие прозрачные, кажется. Хотя это они с белым, серебряным таким окрасом уже. Это бульбофилум, кто помнит. Такие вот росты уже выдал. Бульба формирует. В общем-то, у него все так вот хорошо. Посмотрим, зацветет, как он. Хорошо ли, быстро ли у меня процветет он. Будем ждать. Так. Насчет этой красоты. Сегодня я у нее убрала один лист, потому что он был сломан. Как он сломался, даже не имею понятия. Все кончики молодые, растущие. Она дальше активно растет. Вот эти псевдоцветоносы, на которые я надеялась, тоже растут. И один рост, и второй. Они растут как бы без проблем. У Стангопеи все без изменений. Ну и перейдем сейчас к этим полкам. Это пень от Сога Вивиен, который непонятный случай съел. И, в общем-то, видите, у него там с миристемой идет либо корень, либо что-то непонятное. В общем-то, я думаю, что это будет новое образование листьев. В общем-то, время покажет. Ну и перейду к полочке. Сегодня увидела на своем психопсисе, на котором я тогда по неосторожности отрезала... Так, где мой фокус? Ловит улицу. Отрезала цветонос. Смотрите, он и с верхней почки пошел, и с боковой, в общем-то, будет два цветочка. Не знаю, может, тут еще что-то. Сейчас посмотрю, ради интереса. Нет, там ничего, там сухо. В общем-то, будет, надеюсь, что два цветочка. Посмотрим. Хилошиста моя висит, растет на Тилансе. Смотрите, какой корень чудесный просто. И один, и вот второй уже такие большие, вьются, завиваются. Вот это вот деток не дает Тилансе. Не знаю, что с ней. Пока сидит, ждет. Вот. Ну и вот такой вот мне сюрприз психопсис подарил. Может, там на втором... О, и смотрите, что. И на втором. Я так уже сюда подлезла, чтобы вам показать. Это психопсис, который я совсем недавно купила. Я вам показывала распаковку, и у него тоже начал расти цветонос. И, в общем-то, будет образовываться бутон. То есть у психопсисов, у двоих, будет цветонос. Ну, а у желтого пока я не вижу цветоносов. Посмотрим. Смотрите, что у грамматофилма. У него лезет рост. Вот он, большой. Чтобы вы понимали. Вот рост. Снизу роста лезет еще что-то. На второй деленке с этой стороны новый рост пошел. А с вот этой стороны он засох. Который самый первый показался. Потому что бульба вся засохла. Не знаю, вытянет ли вот эта вот сморщенная бульба. Вот этот рост. Было бы вообще идеально. Я на это надеюсь. Ну, а тут все растет. Буду заканчивать на этом. Потому что надо дальше убираться. То я начала с самого утра снимать видео. И уже вечер. Так что надо потихоньку закругляться. Кстати, насчет хой. Вот этой вот хой черенок. Я отрезала. И смотрите, он пошел расти. Вот тут. Вот тут. И начала расти макушка. Вот этих два листика. Это выросли у меня уже. И подаренная хоя. Которая подарила мне Люда. Я ее пересадила. Можно сказать, перевалила. И пока она стоит без изменений. Она стоит под подсветкой. Тут все. В общем-то, ждем прогресса от нее. Ну что же, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok.